Ташкентский Бродвей Август 21 года Знаменитый ташкентский сквер Сквер революции Сейчас сквер Амера Тимура Когда-то в 1914 году Еще моя прабабушка Ивановская В 14 лет сажала здесь деревья Которые при современной узбекской власти Были беспощадно вырублены Что вызвало негодование всех жителей Ташкента И до сих пор этот проступок Не могут простить властям И вот это вот здание Которое сюда по-моему вообще никак не вписывается Вот такие таланты в Ташкенте А в целом сквер и Бродвей все так же прекрасны Также родные Сейчас вот тут каштаны Каштанами Соснами засадили Хоть что-то Но все равно уже сквер не тот Раньше тут люди так же в шахматы, как и на Гагарина играли Днем в тенечке много фотографий в интернете Посвященных старому Ташкентскому скверу Помимо автоматического полива Еще есть ручной полива Знаменитые ташкентские куранты И Может быть покажется, что это глюк Но есть вот еще одни такие же куранты Построены уже тоже современной властью Зачем это сделано, непонятно Какие из них настоящие Для ташкентцев это очевидно А зачем это сделано, не ясно Ой, блин, газончик Пройдем немного по газону Гостиница Узбекистан Это технические помещения Насколько помню А, здесь и были туалеты Здесь были точно подземные туалеты Технические помещения фонтанов Кажется, тоже где-то здесь были Памятник камеры Тимура мы прошли Обошли его мимо, с стороны Кто помнит, какой памятник стоял До Амира Тимура Где-то там раньше была Блоконечная автобусов Даже какой-то, что-то вроде торгового центра Какой-то торговли там было И вот сейчас нам как раз нужно туда как-то Навстречу с одноклассниками С некоторыми из которых не виделись уже больше 20 лет Так, а перехода здесь как, нету? Интересно Переход есть, надземный Просто мне казалось, здесь был когда-то подземный Может быть я ошибаюсь Посмотрим, как здесь соблюдают право дорожное движение Пропускают ли пешеходов Ну, хотя проверять и не пришлось Машин не было Там тоже новостройки Вон там памятник Камера Тимура Насколько помню, здесь были подземные переходы Неужели я ошибаюсь? Фонд Форум Построенный то ли в конце 90-х То ли в начале 2000-х Центр города В центре Ташкента Вот прям чувствуется даже контингент Совершенно другой Люди другие Одеты по-другому Машины другие Кстати, вот по всему городу Вот такие велодорожки сейчас Парковка В центре пока еще бесплатная Но зато есть бесплатные парковщики Которые тебе помогают запарковаться Летние площадки работают В кафе, кстати говоря В одной из них мы сейчас заходили Там работал и внутренний зал Это гостиница ТАТА Вроде бы она так называется ТАТА 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 Тоже одноименная Там дальше детский мир Точнее Уже, наверное, бывший детский мир Вот так сейчас выглядит центр Ташкента Кстати, автомобилисты здесь ездят По правилам Стоят на красной Стоят каждый в своей полосе Стоп-линии Пропускают пешеходов Вот, исламское строкование Реклама Впервые в Узбекистане Что это значит? Там гостиница Узбекистан Ну и вот, не без этого Мусор и тут бросают В флорыки Поширила дорожка С самого центра Ташкента Вот такая вот Баскетбольная площадка Ребята молодые главная площадь Удар есть Ташкента На газонах люди отдыхают. Темно, уютно, прохладно, время уже вечер. Сложно эти места осознавать. До сих пор поражаюсь, как в Ташкенте могут перекроить местность. Было большое здание, даже не какая-нибудь 2-этажка старенькая, а какое-нибудь здоровое здание. Его могут снести в буквально считанные дни, месяцы и построить так же быстро что-то новое и грандиозное. И в этом году строительство уже такое грандиозное во всех районах города. Люди уже устали. Говорят, от стройки строится везде. Вот, например, стройка очередная. И что тут было на этом месте тоже уже сейчас и не вспомнишь. Возвращаемся к скверу. Гостиница Узбекистан видит сзади. Вон тут здание вдалеке, видно, стоит еще с советских времен. Странно, что его не снесли. И даже такие здания в центре в одно время сносились, строили что-то новое, безвкусное. Были такие смутные времена, к сожалению. Но, в принципе, хочу сказать, Ташкент-Сити вписывается в дизайн, скажем так, в архитектуру города. Вот он уже виднеется. Посмотрим, что будет когда построить. Но, конечно, небоскребов, как в Москве, тут таких не будет. Все-таки весьма активность тут в Ташкенте. Я думаю, все это рассчитано. Исходя из этого, никакого-то там чего-то сверхъестественного мы, конечно же, не увидим. Но выглядит уже многообещающе. Уже так приятно. Будем ждать. Кстати, вот он переход. Он же ход метро. Это тот переход, который я до этого не смог найти. Ну и все-таки, как приехать на сквер и не подойти к памятнику Амира Тимура. Сейчас мы посмотрим. Такси сюда вез старый дедушка. Как оказалось, Чуланзарский на соседнем квартале жил. И вроде бы даже меня узнал. У меня еще мелкого. В центре довольно красивые, приятные люди. Ну и закончим прогулку по центру, по скверу в этом месте. Вечер. Вечер. Субтитры сделал DimaTorzok